Всем привет! Угадайте, где мы сегодня с вами? Конечно же, в Диснейленде! Сегодня у нас будет очень крутой выпуск, мы будем кататься, отрываться, у нас будет куча адреналина, и я думаю, вам очень понравится. А вот это мой билет, который обошелся мне 79 евро в два парка. Так что, погнали! Всем доброе утро, и у нас сегодня супер классный день, мы едем в Диснейленд. Сейчас у нас 8.20, по-моему. Диснейленд открывается в 9.30, поэтому мы хотим приехать пораньше под открытие, чтобы все успеть поснимать и везде покататься. Сейчас мы находимся в метро, мы купили уже билетики, один билет стоит 7.20 в одну сторону евро. И вот сейчас мы ждем людей, которые едут с нами, и садимся на поезд, надо ехать с пересадкой, это все входит в этот билетик. И мы едем кататься, и будем все вам показывать, я думаю, будет очень классно. Мы билеты купили, а вот некоторые предприимчивые граждане обходятся и без этого, как вы можете наблюдать. Чтобы доехать до Диснейленда, нужно сесть на линию пригородных электричек RER, которые соединяют пригород и весь Париж. Найти их довольно легко, ориентируйтесь на вот такую табличку. Существует несколько линий, вам нужна линия А, которая следует до станции Чесси. Это конечное, поэтому не перепутайте. В вагонах метро есть вот такая схема ветки со всеми станциями, которая показывает, где вы, и очень помогает ориентироваться. Когда приедете, тоже не потеряйтесь, ведь вся толпа следует именно туда. Первым делом, еще до входа в парк, у нас проверили сертификат о вакцинации, а именно считали QR-код. Дальше дорога делится на две стороны, ведь Диснейленд состоит из двух парков. Первый это парк Диснейленд, а второй это парк Волт Дисней Студио. Так как мы купили билет на два парка, мы сначала решили пойти во второй, в Волт Дисней Студио, так как он меньше. И логичным было то, что сначала нужно посмотреть тот парк, который займет у нас меньше времени. Вот тут у нас уже и проверили входной билет. И его нужно сохранять, так как мы планировали пойти еще и во второй парк. И вот, наконец-то мы вошли. Чтобы пройти к аттракционам, нужно пересечь сначала здание городок. А тут, короче, сразу, даже аптека есть, на что не работает аптека, кафе разные и магазинчики буквально сразу приходят. И стоит мужчина, и у него написано, что нет, что нет, типа, одевай мальчик. Обязательно, видишь? И тут, конечно же, тоже был Микки. Это место пропитано детством и счастьем. Все заботы и переживания остаются далеко, а ты просто радуешься всему увиденному. Я так понимаю, здесь у нас все в этом парке, оно открывается, да, с 10 до 18 лет, я так понимаю. Здесь у нас расписание всех шоу, которые есть, потому что их здесь много, они для деток. Вот Лила Стич, Дисней Джеймс, видите, разные, вот это на протяжении дня. А это, насколько дать город, разные аттракционы. И вам это сразу, на эти город, аттракционы. А еще очень советую скачать приложение Дисней. Оно очень удобно тем, что в нем есть карта парков со всеми аттракционами и, главное, возле каждого аттракциона имеется его описание и актуальное время ожидания в очереди. Мы весь день пользовались им и выбирали, куда идти, исходя именно из времени ожидания. Итак, первый аттракцион, куда мы пошли, был Краш Костер. Этот аттракцион посвящен мультфильму «В поисках Немо». Ждали в очереди мы 65 минут. Внутри находится причал и сажают всех в черепашки и понеслось. Кстати, снимать на аттракционе запрещают. Да и особо не снимешь почти ничего. На огромной скорости и в кромешной тьме. Но что смогли заснять, то вам и покажем. Дальше мы пошли к аттракциону «Парашюты». И я думаю, понятно, почему он так называется. На этот раз мы стояли 45 минут. И вот, что из этого вышло. Мне очень понравилось. Это не очень страшно. То есть, в принципе, это идти деток подойдет. И для таких боегузок, как я, это тоже просто так. Офигенные аттракционы. Сейчас посмотрим, пойдем на экспо-трип. Очень много людей. Мы надеялись, что понедельник будет их немного. Но сегодня реально их дофига. Мы на одну простояли горку. 65 минут. Ну, час, получается. Просто сейчас на одну 45 минут. Сейчас идем на горку. Будет тут еще полночка, вроде 15 минут. Посмотрим. Надеемся, что здесь мы приехали. Что тут пусто? Да, тут народа вообще мало. Но я так понимаю, она не такая опасная. Потому что их даже не пристегает. Просто, ну, смотрите, опускаются. Видишь, опускаются гири? Сейчас поедем, посмотрим еще время. И действительно, вот тут все было быстро. Мы стояли 5 минут всего лишь. Все решили в самый вперед. Хотя, как оказалось потом, это вообще не важно. Даже лучше в середине. Будет лучший обзор. Сначала нас просто прокатили по парку с зонами и картинками из мультфильма Тачки. Но самое интересное началось, когда нас подвезли к вот такому амбару. Это оказался каньон, где добывают нефть. И дальше случилось нечто неожиданное. Бензовоз загорелся. И огонь был реально настоящим. Мы чувствовали его жар. Но, конечно же, все обошлось. И все были спасены. И, главное, впечатлены. А на выходе нас ждал Мэтр у Эйфелевой башни. Итак, мы идем на аттракцион, который связан с чем-то как-то с мультиком Рататуй. Помните про крыску, которую я любила готовить? Честно, я вообще даже не знаю, что будет внутри. Сейчас пойдем посмотрим и потом вам расскажем впечатления. Сначала вы попадаете в настоящий итальянский дворик со всеми атрибутами. Лай собак, пение под окнами, ругань соседей. А дальше вам выдают 3D очки и сажают мышонка, которым вы должны себя почувствовать. И вы действительно чувствуете. Внутри происходит 3D шоу, которое сильно тоже не передашь через камеру. Но эмоции вам обеспечены. Это я уж точно гарантирую. Ребята, короче, это так круто. Это было какое-то такое обалденное 3D шоу. Ты там едешь и там все вокруг тебя. Очки. Это просто неслово. Я обожаю этот парк. Приезжайте сюда, вообще не пожалеете. Крутят. А сейчас мы идем, как бы считается, на самый страшный в этом парке, в этом маленьком аттракцион. Вот этот отель. И мы будем когда-то на таком аттракционе, как бы падающий лифт. Ты падаешь в нем, тебя поднимают. Ну, короче, страх того, кто боится такое аустрофобие, это прям оно. Сейчас пойдем посмотрим все. Первым делом ты попадаешь в отель, сошедший со страниц любого хоррора. Везде паутина и странные вещицы. Да и переодетые работники поддерживают антураж, рассказывают вам о градущей смерти. Дальше ты попадаешь в мрачный коридор и ожидаешь своей очереди в лифт, который будет тебя резко поднимать на 12 этаж, а потом бросать. И так несколько раз. Короче, ребята, это просто обалденный аттракцион. Короче, мы зашли сразу в лифт. Вышла такая, типа, девочка-привидение, которая начала нас пугать, и потом нас резко начинает вверх, тебя придавливают, и потом резко бросают. И у тебя просто ощущение свободного падения. Это классно. Потом опять вверх, вниз, вот так вот тебя бросает. И потом тебя поднимает на самый верх, показывает полностью весь вид. В самой макушке оттуда открываются окна. И потом, короче, тебя опять бросает до самого низа. Это просто все. У меня руки трясутся, ноги трясутся. Я вообще довольна. Это очень крутой аттракцион. Нам очень понравилось. Это был наш последний аттракцион в этом парке. И мы пошли в соседний. Как раз вот этот парк и был открыт первым. Поэтому именно он нам всегда приходит на ум, когда мы говорим о Диснейленде. Здесь у нас также проверили билеты, и мы попали в сказку. И не в какую-то, а именно в ту, которую мы видели с детства. С настоящим замком спящей красавицы, с кукольными домиками из мира белоснежки и золушки. И это все еще и было украшено к Хэллоуину. А в середине кафе и магазины, на которые у нас просто не было времени. Поэтому мы направились в замку спящей красавицы. Это просто вообще. Люблю. Как будто в детстве. Реально, как будто в детстве. В интернете прочитали, что раньше можно было войти не только через главные ворота, но и сбоку, где всех смельчаков ожидал дракон. Но, к сожалению, этот ход не работает сейчас. Поэтому пошли через центральный. И вышли мы в долину с кучей аттракционов. И решили пойти в гости к белоснежке, где нас посадили в вагончики и отправили заколдованный лес. Кто из нас в детстве не хотел покататься на краселе? А здесь, в Дисклэлэде, мы просто обязаны это сделать. Да, это детская, да, это ерунда. Ну, блин, надо, погнали. Дальше мы решили прокатиться на лодочке. Оказалось, это аттракцион, посвященный единению наций. Сначала все показалось уж совсем детским. Но потом нас просто очаровали танцующие вокруг куколки. Они были расположены в разных зонах, посвященном определенным странам. Например, Англия, Россия, Кения, Перу и так далее. И проплывая около каждой зоны, понимаешь, что сопровождающая мелодия видоизменяется в сторону национальных мотивов. Нас очень это впечатлило. Дальше мы пошли в зону космических приключений и покатались на горке, посвященной Звездным войнам. Снимать внутри не получилось, ведь там нас переворачивало на 360 градусов. И нам бы просто не удалось удержать камеру. Но это просто незабываемый аттракцион. Дальше мы решили привести в порядок наш пульс и покататься на вот таких машинках. А мы тут едем на розовом кабриолите. Следующей зоной была мини-инсталляция сказочного мира Дисней. Ее можно было увидеть, прокатившись или на поезде, или на лодочке. Мы выбрали поезд. Очереди не было, и мы довольно быстро попали на борт. Еще, конечно, в парке можно сделать фото с Микки. Но туда всегда была очередь в час. И мы не стали тратить на это время, а пошли в зону пиратов Карибского моря. Вот сюда нужно прийти просто обязательно. Несмотря ни на какую очередь. Здесь вас также сажают специальные тележки, и вы отправляетесь в город, захваченный пиратами. Конечно же, вы встречаете хорошо знакомых персонажей из фильмов. Наблюдаете сцены гуляния морских разбойников. А куклы двигаются так, что они сразу понимают, что это не актеры. И в конце концов, конечно же, Джек Воробей. А, нет, не так. Капитан Джек Воробей сидит у своих сокровищ. Дальше следует зона с огромным искусственным деревом, на котором построен настоящий домик. Я бы даже сказала, домище на дереве, о котором я так мечтала в детстве. А вы мечтали? Оставляйте комментарий. Следующей локацией стал дом с привидениями, посвященный хоррору о мертвой невесте. Вы попадаете в мир с двигающимися стенами и выдвигающимися потолками. Все наполнено мистикой и рассказывает историю бедной мертвой девушки. И последний аттракцион в этот день для нас стал вот этот, посвященный Идиану Джонсу. Опять вас сажают тележки, и вы летите сначала под озером в кромешной темноте, а потом вокруг острова и опять под водой. Итак, сегодня меня трясло, кидало, мочило, мое сердце вылетало, мои руки тряслизли, мои ноги просто подкашивались. Ну это все так круто! Это реально один из лучших дней в моей жизни. Ребята, просто, если у вас есть возможность, едьте сюда, вы никогда не пожалеете. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok